Пять вечера в Киеве на канале БТБ новости. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Результатом стала договоренность о режиме прекращения огня на Донбассе. Было достигнуто взаимопонимание относительно шагов, которые поспособствуют установлению мира. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. Режима прекращения огня не может быть, пока Россия поддерживает пророссийские бандитские формирования на востоке Украины. Так на телефонный разговор Порошенко и Путина отреагировал президент США Барак Обама. Во время пресс-конференции в Таллине глава Белого дома отметил, первые шаги к мирному урегулированию должна сделать Москва, ведь именно она способствовала обострению конфликта на Донбассе. Пока еще слишком рано говорить, что это означает прекращение огня. Мы не видели никаких деталей, только пару сообщений в новостях. Соединенные Штаты всегда поддерживали намерения Петра Порошенко достичь политического урегулирования конфликта на востоке Украины, но пока эти намерения не удавалось реализовать, поскольку Россия не относилась к этому серьезно и не признавала, что контролирует сепаратистов на востоке. Мы надеемся, что на этот раз Москва действительно готова пойти навстречу и прекратить финансирование бандитских формирований. Кабинет министров Украины рассчитывает ввести санкции в отношении России как страны-агрессора в октябре текущего года. Об этом говорится в плане восстановления страны, который представил на заседании Кабинета министров премьер-министр Арсений Яценюк. Общий ущерб, нанесенный России, Украине, составляет более триллиона гривен, так говорится в документе. Кроме того, стране необходима новая оборонная доктрина, в которой Россия должна быть признана государством-агрессором. Премьер сообщил, что правительство Украины одобрило проект закона об отмене внеблокового статуса Украины и взятии курса на вступление в НАТО. Наша цель – это получение специального статуса между Украиной и НАТО. Считаем, что Альянс должен предоставить Украине специальный статус особенного партнера номер один. Что касается НАТО, то самым правильным было бы решение о принятии Украины в члены организации. Российские наемники начали предпринимать действия, которые могут нарушить работу ГТС на Донбассе, что приведет к нарушению транзита газа в Европу через Украину. Российские наемники наносят максимальный ущерб экономике Украины. Вследствие артобстрела террористы повредили газопровод низкого давления в селе Глиняное Луганской области. На сегодня от газоснабжения отключены частично 23 и полностью 59 населенных пунктов Луганской области. По оперативной информации, российские наемники начали действия, которые могут привести к нарушению работы газотранспортной системы на временно оккупированных территориях. Это может представлять угрозу поставкам газа в Европу. Силы АТО предотвратили диверсию со стороны России на электростанции в городе Счастье. Это стратегический объект, поскольку в результате боевых действий регион был отрезан от энергосистемы Украины. Северные районы области получают электроэнергию именно с этой станции. На складах большое количество баллонов с кислородом и водородом сейчас ТЭС полностью находится под контролем батальона Айдар. В зоне боевых действий на Донбассе украинских военных за сутки обстреливали более 20 раз. Об этом сообщают в пресс-центре АТО. В результате отхода украинских войск в рамках перегруппировки российские войска взяли под контроль фактически весь юг Луганской области и продолжают наступать на севере региона. Одновременно противник пытается захватить территорию от Донецка до Мариуполя. Отмечается переброска подразделений по направлению населенного пункта Волноваха. Активные боестолкновения идут в районах Дебальцево, Стукаловой балки, Старобешево, Амбросиевки, Красного Яра, Станицы Луганской, Веселой горы. Из установки СМЕРЧа встреляны позиции наших солдат близ Победы. Неоднократно открывался огонь из Града с территории России по украинским блокпостам близ Макарова. Военные наносят ответные удары, уничтожая наемников и тяжелую технику. По проверенной информации, при отходе от аэродрома Луганск наши ребята уничтожили 7 бронетранспортеров, 2 танка, минометный расчет и около 100 террористов. После нанесения огневого удара по базе боевиков в районе Снежного уничтожено более 100 российских наемников. Миноборона осуществляет комплекс мероприятий, направленных на оборону Мариуполя. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Гелетей на своей странице в Facebook. В частности, инженерные части обустраивают городские фортификационные укрепления. Доставлены значительные объемы вооружения для подготовки подразделения территориальной защиты в город, направленный инструкторами Минобороны. Также проведен ряд мероприятий по организации береговой охраны. Валерий Гелетей отметил, что аналогичные действия проведены и в других приграничных регионах Украины, а также в Киеве. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Оттингер не исключает наступление сепаратистов на Мариуполь с целью создания российского коридора до Крыма и далее до Приднестровья. Он выступил с резкой критикой политики президента Путина в отношении Украины. По словам Оттингера, в голове не укладывается, что Путин действует с помощью фальсификации лжи и оружия. Одновременно он обвинил немцев в том, что они недостаточно серьезно относятся к событиям вокруг Украины. По мнению политика, этот кризис необходимо использовать как шанс для сплочения внутри Евросоюза. Российские правозащитники начали заниматься изучением обстоятельств, при которых пропадают российские призывники. В частности, к ним обратилась мать погибшего из 18-й бригады, которая получила труп сына вместе с сопроводительными документами, без указания обстоятельств и места гибели. Об этом телеканалу БТБ в эксклюзивном интервью рассказал правозащитник, член Совета при Президенте России по правам человека Сергей Кривенко. Расследованием их чрезвычайных случаев гибели военных занимается Следственный комитет. На данном этапе правозащитники готовят обращение к министру обороны России. Сослуживцы сына дозвонились ей и рассказали, по их данным, они участвовали в этой ситуации, что 12 августа была сформирована колонна. Из российских военнослужащих их заставили переодеться в другую форму, без знаков отличия. И на эту военную колонну, где были грузовики с боеприпасами и какая-то еще тяжелая техника. И чуть ли не, по словам, это все рассказ сослуживцев сына, который передала мама. Она была выдвинута на территорию Украины и в городе Снежное, в Снежное Донецкой области, остановилась на каком-то заводе уже 13 августа, где была вся колонна накрыта ракетным ударом с установки «Град». И так как в грузовиках еще находились боеприпасы, по всей видимости, еще и сдетонировали они. Так что по данным, опять же повторюсь, это непроверенные данные от сослуживцев сына погибшего, по данным погибло более сотни российских военнослужащих. Действительно, то, что делает Россия, это уже можно считать агрессией со стороны России. Поставка техники, поставка наемников, поставка уже самих российских военнослужащих. Факты подтверждаются. Это агрессия и это преступление перед миром и человечеством. Это без сомнения. Но надо сделать все возможное, чтобы и Россия, и Украина, во-первых, это все прекратилось, а во-вторых, наши страны остались в мире и в дружбе, насколько это уже сейчас возможно. Герои не умирают. Второй в Киеве памятник героям Небесной сотни установили на территории Национального педагогического университета. На церемонии открытия присутствовали несколько сотен человек. В основном студенты педуниверситета и, конечно же, наш корреспондент Екатерина Доброгорская. Памятник выполнен в форме казацкого креста. Именно их устанавливали еще с давних времен в честь погибших за Украину. Осветить каменный монумент приехал глава Киевского патриархата Филарет. За что они отдали свою жизнь? За свободу и демократию в Украине. И это не понравилось нашим соседям, то, что мы хотим быть в демократической Европе. Ректор Национального университета имени Драгоманова говорит, то, что такие памятники появляются на территории университетов, не случайность. Ведь именно студенчество стало движущей силой произошедших в Украине изменений. Памятник на территории педагогического университета уже второй в столице. Первую открыли в Национальном техническом университете КПИ в День независимости. Студенты говорят, вскоре именно монументы, символизирующие свободу и независимость, должны прийти на замену символам тоталитаризма. Екатерина Доброгорская, Данил Городецкий, БТВ. Украина поднялась сразу на 8 позиций в индексе глобальной конкурентноспособности и заняла 76 место из 148 стран. Год назад страна потеряла 11 позиций, опустившись на 84 место. По мнению авторов рейтинга, такой подъем может быть связан с ожиданиями после смены власти. При этом аннексия Крыма и конфликт на Донбассе мало повлияли на результаты, поскольку к тому времени данные уже были собраны. Шестой год подряд в рейтинге лидируют Швейцария. Сингапур остается на второй позиции. США вытеснили Финляндию с третьего на четвертое место. Замыкают рейтинг Гвинея и Чат. Европейский банк реконструкции и развития в этом году планирует инвестировать в украинскую экономику 1 миллиард евро. Об этом заявил представитель финучреждения в Киеве Шевке Акурен. В эфире британской BBC News он отметил, что вовреки нынешнему кризису у нашей экономики есть свои сильные стороны. В частности, власти страны выполняют программу сотрудничества с МВФ, а также Киеву удалось добиться прогресса в борьбе с коррупцией. Акурен также подчеркнул, что ЕБРР остается крупнейшим инвестором в экономику Украины. За время сотрудничества банк уже вложил в нее более 10 миллиардов долларов. Гривня продолжает активно укрепляться. Официальный курс доллара сегодня снизился на 48 копеек и достиг отметки 12 гривен 53 копейки. На межбанке утром котировки стартовали с отметок 12.45-12.90, а к концу торгов гривня укрепилась до уровня 12.40-12.60. Цены энергоносителей, драгоценные металлы, а также курсы валют дали. Я же с вами прощаюсь. До встречи в 18.00. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ